Российский спутник заговорит голосом Юрия Гагарина. Сегодня любительский аппарат Кедр, пристыкованный к Международной космической станции, начнет юбилейную радиотрансляцию записей голоса первого человека в космосе. Как это? Павел Шейнин в курсе, Паш. Спасибо, здравствуйте. Кедр — это такой образовательный проект, призванный изучить возможности мини-спутников, то есть спутников массой меньше 100 килограммов. Аппарат был собран международной студенческой командой и запущен на орбиту в январе этого года на борту космического грузовика «Прогресс-М». Как раз сейчас вы видите кадры, снятые пристыковки. Их, а также другую подробную информацию о проекте можно увидеть на специально созданном сайте. Первоначально планировалось, что спутник будет запущен в свободное плавание уже в феврале. Но потом технический руководитель эксперимента, правнук Константина Циолковского, Сергей Самбуров, решил отложить полет. И вот теперь Кедр послужит для того, чтобы в юбилейный день обратиться ко всему миру от имени Юрия Гагарина. Любой радиолюбитель планеты сможет с середины сегодняшнего дня до середины среды поймать сигнал и услышать обращение. Оно будет транслироваться на 15 языках. Но, правда, не все это будет голосом Гагарина. Большинство сообщений будет записано мягким женским баритоном. Неизвестно, чьим? Нет, чьим неизвестно. Это просто какой-то диктор, которого попросили не читать. Спасибо. Павел Шевченко.